Магазин Я пошла в магазин Целый день крутишься, крутишься дома Пойду прогуляюсь Здравствуйте, мои дорогие! Пойдёмте со мной в магазин сходим Я вам расскажу нашу эпопею Которая длилась у нас полтора месяца Представляете, вот этот дом строит женщина В одиночку Приезжает на велосипеде И строит Ой, это только наша женщина Способны на такие дела Я хожу и наблюдаю за ней В тихушку А у этого дома вся стена заросла Стали уже такие ветра осенние Западные, северо-западные В общем, короче говоря Ещё когда у меня друзья мои были Купили мы бэушный холодильник А почему купили? Мой холодильник живёт своей жизнью Хочет размораживаться через неделю Хочет через месяц И самое главное, что потом Ну, он разморозится, его там помоешь, протрёшь Вот А он не хочет включаться Столько уже продуктов повыбрасывали Ну, решили бэушный взять Новый-то Всё равно же продаём Да и денег нету Алинка нашла в объявлении Смотреть я его не ходила Потому что они живут на пятом этаже Мне с моей ногой просто не подняться Димка, племянник, сходил, посмотрел Ну, он что, парень есть парень Ну, что, говорит, старый холодильник советский Ну, в общем, взяли Ребята поехали Забрали его Я ещё говорю, а включали? Они говорят, да нет Хозяин говорит, только вчера включали Рабочий, всё нормально Привезли его домой Я его как открыла Боже ты мой Снаружи-то он ничего А внутри Он весь плесневый Ой, вы знаете Я бы такой холодильник Несла бы на помойку ночью Чтоб соседи не видели Какое дерьмо у меня ещё в квартире было Вот Ну и, короче говоря, он ещё и не работает Ой, ну смех и грех Вот Ну, ладно И началась эпопея Видите, у нас свежая трава выросла Вот как дожди шли И сейчас идут Выросла новая трава Пошёл дождик А я без зонта Мам, дорогая Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Сейчас пока до магазина дойду Уже промокну Так Ну и, короче говоря, началась эпопея Полтора месяца Алинка с ней переписывалась Вконтакте Вот я обычно тут сижу Это Перезванивались Она обещала Каждый день, что Муж приедет и заберёт Привезёт нам деньги Потом у мужа умер отец Вот это вот Он уехал На похороны Потом поминки В общем, оказалось Всё это враньё Короче говоря, прошло полтора месяца Мы были вынуждены обратиться В полицию Приехали три молодых человека Вот видите Бросают всё Вот Приехали, значит, три молодых человека Ну Алина им показала В компьютере, что Вот переписка была Там то да сё Вот Они увидели её фотографию Говорят О! Это личность известная У неё сына За наркоту сейчас закрыли В общем, та ещё дамочка Ну ладно Говорит Работу с ней проведу Ну и с тем мы и уехали 13 градусов Вот как схожу в этот магазинчик Мне сразу все новости расскажут Вот Короче, это какой-то циклон Видимо Ой, такая тут дорога Неудобно Спускаться Вот Сказали, что Через неделю Будет бархатный сезон Так что Сашуля Прилетай Так вот Господи Я уже Забыла О чём говорила Звонит на следующий день Эта дама Верещит Вы меня позорите Там Зачем полицию То да сё И говорит Приезжайте ко мне на работу Я вам деньги отдам Да, вот это вот Ладно Опять это дня три тянулось То, значит, выбросьте на помойку То муж приедет, заберёт А потом наступила среда Цыганский рынок Я ей звоню И говорю В конце концов Как забрать деньги Она говорит Ну, приезжайте На рынок Я там рыбой торговать буду Позвоните мне От ворот Я выйду Приезжаю Звоню Трубку не берёт Мне уже смешно Раза три я звонила Не берёт трубку Ладно, пошла искать По этим рыбным отделам Один зашла Говорю Мне Наташа нужна Они говорят У нас нет Наташи Я говорю А где ещё рыбы? Они говорят Ну, там вот В торговом центре Вот, в большом Вот Пошла туда Смотрю Рыбой торгуют Женщин пять или шесть А у неё такой По телефону Голос Пропитый Прокуренный Вот я курю Блин, сорок пять лет У меня, конечно Низкий голос Но он у меня И такой Всегда был Вот Но не до такой Степени Там просто Вот Вот такой Вот Я подошла К одной Говорю Скажите, пожалуйста Наташа Которая Она говорит Вон та чёрненькая Ой, постоять Вот Я встала В очередь А там Мужчина Расплачивался И женщина Стояла Одна Впереди Меня Я ещё раз Набираю Телефон Отключен Подхожу Она Что вы хотели? Я говорю Деньги хотела Она в лице Изменилась Отсчитала Мне деньги И я Молчком Пошла А она ещё Мне вслед Смотрит Я не поняла Я чё должна была Скать спасибо Или что там Такое Вот А теперь Видимо Ещё полтора месяца Они будут ехать За этим холодильником Вот такая Вот эпопея Это К слову О менталитете Я ещё раз Говорю Что Конечно Не все Такие люди Очень много Хороших людей Но Вот такие Экземпляры Нам попадаются Частенько Ну ладно Пойду Ой И ветер утих Надо же Прошёл дождик Десять минут Ой Ладно Пойду Обратно О какая Псюха Вот тут Потише Вот А чё Мне пришлось Идти в магазин Ой Ой товарищи Ой сколько вас Ой сколько вас Привет Привет Чёрненький Рыженький Ну ещё одна Цветочки А так вот Чего мне пришлось В магазин идти Несколько дней Виктор мне не звонил Ну я ему тоже не звоню Чего Дёргать человека Вот А тут звонит сегодня И говорит что Ну у него там Чё-то проблема Какая-то с этой квартирой В которой он живёт Ну я так особенно Не вдавалась Подробности То ли родственники Там какие-то Чё-то такое Ой ты какой Хвост пушистый Ты такой маленький А хвост у тебя Пушистый Ой-ой-ой-ой Нет у меня Ничего тебе Зайка-то моя А там кто Из-под забора А кто там Из-под забора Собачушечка Вот И Короче надо ему Ой Ну под ноги Ты не надо Зайка Ну-ка дать я Посмотрю На эту красоту Ой Ой-ой-ой-ой Какой Хе-хе Беги домой Вот Короче надо ему Освободить квартиру Он говорит я Сразу так Не найду Жильё Можно я у тебя Поживу пару дней Так Мне чё-то стало Прям интересно Я говорю Да пожалуйста Гостевая комната У нас же Свободна Ну зайка Ну зайка Что ж ты мне Под ноги-то лезешь Котик Обормочек Дай-ка я тебя Ой Чуть не упала Вот иди на забор Опа Вот Да Мяу Ну вот Прыгнул Да что ж ты Прыгнул Прям мне на пакет Вот В общем он Приедет сегодня Вечером Алинка смеется Что у нас будет Сегодня Праздничный Ужин Ну ты чё Со мной так и пойдёшь Что ли Я говорю Ну да Сейчас прям Побегу За мясом Рыбой И колбасами Ну пришлось Всё равно Идти в магазин Потому что Как оказалось И хлеба-то Осталось Два куска Ну в общем Сегодня Гость у меня Вот Вот видите Как хорошо Когда вы Со мной В магазин Ходите Я одна Так не люблю Туда ходить Полчаса туда Полчаса обратно Вот И очень муторно Мне ходить Полчаса туда Полчаса обратно А с вами Я пока Ля-ля-ля И время Проходит Быстрее Вот Так что Спасибо Мои хорошие И мне Повеселее Опять Ветрища Ну вроде У меня Все Новости А вроде Пока больше Рассказывать Нечего Так что Мои дорогие Ну вот Куда Он идёт Со мной Так что Мои дорогие Пока-пока Я там конечно Занимаюсь дома Делаю 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 Я вас всех Я вас всех люблю Целую Обнимаю Пока-пока Пока-пока Субтитры